Сам внимательно мониторю сообщения, как всех фактических средств массовой информации, как и российских, так и мониторю даже и украинских, как говорится, насколько они доступны. И могу сказать, что фейков очень много, причем иногда я не совсем понимаю, откуда они исходят. Допустим, если в начале было масса сообщений о десантах на Одессу и так далее, то возможно, что эти сообщения исходили из каких-то специальных органов, российских, с целью дезориентировать противника, напугать его и так далее. Естественно, такие же цели преследует и противник. У них тоже есть соответствующие структуры, которые выдают такую информацию с целью дезориентировать и российские вооруженные силы, и политическое руководство, а самое главное – население Российской Федерации. При этом, к сожалению, как отмечают многие люди, неравнодушные, подчеркиваю, и в основном находящиеся на патриотической позиции, у противника получается лучше. Как это ни прискорбно? Та массированная пропаганда, которую Украина через интернет ведет на население Российской Федерации, забивает российские официальные органы СМИ. Причем забивает в интернете, по крайней мере, полностью. Ну, не полностью, но значительно превосходство. А адекватного, как говорится, шквала со стороны России нет. Ну, согласитесь, вот когда любую разбитую колонну на территорию Украины можно снять с разных ракурсов и подать это каким угодно образом. Причем подать и нам на территорию, и подать для западного зрителя, которого необходимо подготовить соответствующим образом и создать у него определенное впечатление. А где наши съемки? Где наши съемки разбитых колонн врага? Где наши съемки работы наших беспилотников? Вот когда азербайджанцы и турки в Союзе громили армян, вот образец нормальной военной пропаганды. А где наша? Я ее не вижу. Я вижу говорящую голову в генеральских погонах, которая перечисляет сухие цифры чего-то там уничтоженного и предлагает верить этому нацового. Наверное, большая часть, подавляющая часть информации, которая приводится на соответствие действительности. Но где подтверждение? А наше что? А наше ничего. Это еще один вопрос к российскому военно-политическому руководству. Как так мы проигрываем на данном направлении? С одной стороны проигрываем, а с другой стороны мы абсолютно не мешаем противнику осуществлять такого рода действия. Любой громадянин, проезжая мимо российской или разбитой колонны, украинской, может снять ее на телефон и выложить в интернет. А интернет работает. Все эти съемки попадают в распоряжение украинских специальных служб и волонтерских служб, у них таких тоже достаточно, соответствующим образом обрабатываются и выбаливаются на российского обывателя, обывателя, у которого создается совершенно превратная картина ведения боевых действий. Абсолютно превратная. Я не могу этого понять.